Несколько раз в год Аризона открывает новый сервер. Где я? В этот раз он называется Дрейк. Нет, не этот Дрейк. Сегодня я зайду на сервер до его открытия, и мы посмотрим, как происходит открытие от лица админов. Скачивай Аризону по ссылке в описании на телефон или компьютер и играй вместе со мной. И не забудь подписаться на канал, мы идем к 500 тысячам подписчиков. До открытия нового сервера Аризоны остается ровно полчаса. И вот уже в списке серверов появился этот самый новый сервер под названием Дрейк. Но сейчас на нем играет всего 10 игроков, и зайти туда может далеко не каждый. А что если я вам скажу, что прямо сейчас я нажму на кнопку играть, и мы попадем на этот сервер до его открытия? Сделаем это прямо сейчас, нажимаем. И встречает меня вот такая вот табличка, сервер закрыт, нужен пароль для входа. Но пароль-то у меня есть, вставляем его сюда и входим. Все, нажимаем пойти в игру. И вот я успешно зашел на новый сервер Аризоны до его открытия. Прописываем тайм, и на часах сейчас 17.39. Осталось 21 минута до открытия. Стоит здесь какой-то Тони Венза. Это, если что, я так понимаю, админ. Но потому что кроме админов на сервер никто зайти сейчас не может. Чекайте просто все дома возле спавна в ГОСе. На самом деле я уже прямо сейчас могу задонатить на свой аккаунт и что-то дословить. Посмотрите, на площади перед банком здесь какое-то построение админов. Ральф Волкер это, по-моему, главный админ. А вот эти вот лего-человечки, все это админы рангом пониже. Прямо сейчас на сервере всего 41 игрок. И все это, понятное дело, админы. Вот даже Конор зашел. А вот Сэм Мэйсон. Сейчас прямо к нему телепортируюсь. А Сэм Мэйсон у нас что-то на шахте тут бегает. Ребят, вот эти одни из самых топовых безов на Аризоне, киоски на шахте, прямо сейчас висят в ГОСе. Цена всего 50 миллионов вирт. Это просто жесть. Представьте, какая здесь финка, ребят. А без акта всего стоит 50 лямов. И кто-то сейчас его словит. Ребята, редкие кадры. Конор и Сэм Мэйсон о чем-то договариваются перед открытием сервера. Скоро приду, говорит Конор. О, Хуго Ромеро, ютубер. Привет, дай донат. Здорово, здорово. Что происходит на сервере до открытия? А мы знаем. Могу прямо сейчас проследить за админами. Вот какой-то чел ездит на машине здесь. Я вообще не знаю, что он делает. Что можно делать перед открытием админом? Наверное, к чему-то готовится. Но почему он катается на тачке, я не понимаю. Во, этот на аукционе контейнеров что-то бегает. Наверное, проверяют, все ли работает нормально здесь. Вот чувак на автобусе вообще фармит уже, блин. Сервак еще не открылся, ты че? Он уже фармит. Так, этот я вижу, тут на ферме что-то бегает. А этот таксует. Леон Шприц, ты че таксуешь, блин, братуха? Ты же админ. Не, на самом деле, наверное, они-то что-то реально проверяют сейчас, тестируют. Прямо перед самым открытием нужно все протестить, чтобы все четко работало. Все работы классно работали, без багов. Вот тут, чуваки, на заводе, блин, бегают админы. Где такое еще, увидите, как не на открытии? Еще один админчик на права сдает. Другой на велике что-то гоняет. Этот вот уже на ферме тоже собирает сено. О, а эти тут, походу, бар ловить собрались или че? Следить? Да! А, скорее всего, этот Аки Мизуки будет следить за этим баром, чтобы его не словил какой-то читер. Админы перед открытием занимают какие-то популярные места, чтобы следить за порядком. Ну и, соответственно, популярные бизнесы и дома, которые будут ловить, за ними тоже будут следить админы. Этот уже стоит на позиции возле 51-го бара. Даже два здесь админа. Еще один админ или админша таксует. Не знаю, может, они реально квесты проходят, блин. Товарищи фармилы! Какие еще безы есть? Крутые! Так что, читеры, не получится у вас словить какой-то крутой безак и остаться незамеченным. Тем временем на часах 17.49, а значит, до открытия осталось ровно 11 минут. И уже скоро буквально на каждом спавне будут толпы игроков, которые будут пытаться что-то словить. Вот, ребят, домик Мэтт Дога 20 миллионов по госу стоит. Хоть сейчас донать просто и лови. Ах, блин, ну не могу, не могу, нельзя. Сэм Мэйсон сказал, пускай у тебя на сервак, но только если словишь хоть что-то до открытия, уволен. Ну-ка, может, хоть сейчас, когда на сервере всего 44 игрока, Милтон мне даст какой-нибудь крутой аксессуар, ну-ка. К сожалению, ты ничего не выиграл. Понятно, как всегда, скам. Ребята, гляньте, кого я встретил. Это же Валик, создатель Аризоны. Привет! Ку! Я и не знал, что он присутствует тоже на открытии серверов. Я думал, что он не заходит вообще. Ребят, в чате пошел обратный отчет, походу. Все, пришел Payday. Все, ребят, сервер открылся. Посмотрите просто, какое количество игроков пошло в чате просто, как чат летит. Это просто жесть. Вот на спавне появляются первые бомжи. Вот они, ребят, первые везунчики, которые зашли на сервер. У них реально больше всего шансов что-то словить. Уже берут велики и уже куда-то летят. Вот этот игрок, ребят, один из первых вообще, кто едет со всей этой толпы. И он проехал в Вайнвуд. И вообще, я не понимаю, куда он едет, блин. Какой-то длинный путь он выбрал. За ним там просто толпа несется игроков. Просто посмотрите, что происходит на Вайнвуде, ребят. Вот уже, ребят, игроки подъезжают к этому дому СиДжея. И, видимо, сейчас этот чел его собирается словить. Стоит всего 850 тысяч. У Мэтт Дога только что был игрок, но он его не словил. Он просто проехал мимо. Здесь нет никого вообще. 165 бар. А, он, кстати, вообще на аукционе. Что? Только гляньте, что происходит возле Х2 домов. Это просто жесть. Уже все здесь, уже все ловят. Уже даже один словили. А тем временем сервер даже еще не фуловый. 900 игроков. Буквально даже я сейчас могу просто перезайти, зайти с обычного АКа и попробовать что-то словить. Все, ребят, дом уже словлен. Отче наш словил дом. Посмотрите просто, как все дома резко становятся красными. Только что были зелеными. Все, их уже все почти словили. Осталось последних 2 дома. Стоят они, кстати, по 6000 АЗшек. Последний дом, ребят. Просто посмотрите на толпу игроков. Все, последний тоже словили. А киоски тоже на аукционах, кстати, стоят. Я вообще не обратил на это внимания. То есть такие топовые безы, они будут отправлены на аукцион. И это, кстати, хорошо. Тем временем шахта до сих пор находится в ГОСе. И здесь, я вижу, стоят какие-то бомжики. Они собираются ее явно словить. Вернулся к дому Мэддога. И здесь тоже уже толпа. Все, видимо, ждут, пока донат придет на баланс. Уже довольно много домов на Вайнвуде красные, судя по радару. То есть их словили. Вот этот особняк словил Ривас, походу, ребят. И вот этот дом СиДжея тоже Ривас словил. Чего? Кстати, очень много варнингов на телепорт в машине. Кто-то телепортируется. И сервер вылетел, ребят. Чего? Ну и сейчас, конечно же, когда он открылся, я на него... О, погоди, что? Зашел? Да, я зашел. Только посмотрите на это просто, что здесь вообще происходит. Опять толпа бомжей пытается словить здесь велосипед. Посмотрим, магазин аксессуаров уже словили возле центрального рынка который. 24 на 7 напротив CR тоже уже словили. Даже ларьки на CR уже тоже словили. Блин, и сервер у меня опять лег. Да что ж такое? Короче, не знаю, что случилось, но сервер опять закрыли. На сервере снова всего 19 игроков. Админы понемногу заходят. Я, чтобы зайти, снова ввел пароль. А почему закрыли сервер? Админ ответил, чтобы мы зашли. А, ну кстати, такое может быть. Если сервер перезагрузился и админы не могли на него зайти из-за того, что он был полный, то вполне возможно, что да, сервер могли закрыть, чтобы админы зашли. Иначе кто будет следить за порядком? Я думаю, сейчас вообще бизнесов в ГОСе уже никаких не осталось. Вот автобазар словили. АЗС возле АБ тоже словили. И вот, наконец-то, снова всех начали пускать. Уже 830 игроков. Ничего себе. Аукцион контейнеров тоже до сих пор в ГОСе. А, хотя стоп, он стоит 600 тысяч АЗ. Даже в Паломино Крик еще просто все дома в ГОСе. Офигеть. А это такие неплохие дома достаточно. Магазин 24 на 7 в ПК тоже еще в ГОСе. Ребят, а в Паломино Хиллс дома-то еще в ГОСе тоже, посмотрите. Парочку домов здесь словили, но остальные еще висят. Вот дом словил Иисус Христос. Такие вот домики стоят по 12 тысяч АЗшек каждый. И слушайте, я думаю, в течение пары часов их точно уже все раскупят 100%. Day 2. Наступил уже следующий день, 4 ноября. И сейчас посмотрим, что происходит на сервере спустя день после открытия. Сервер сейчас фуловый, несмотря на то, что только час дня. И вот в табе я уже вижу здесь игрок с 21 уровнем, скорее всего купил за донат. Вот даже есть 22. Ну-ка проследим за ним, чем он вообще занимается. Что? У него уже магические сферы? Ребят, на минуточку, сервер вчера открылся у чувака магические сферы. И там еще один чел со сферами. Это вообще как? 16700 АЗ. У него, кстати, есть два бизнеса. 407 это парковочное место в аэропорту ЛС. А, и 435 это киоск. Вот этот вот киоск на шахте. И он, видимо, выиграл его в аукционе. И здесь уже сдается куча суперкирок и воздушных шаров. Огненных кирок, видимо, еще ни у кого вообще нет. Ну да, просто ни одной. И финка за сегодня здесь 39 тысяч. За вчера 10 тысяч. А вот, кстати, и третий владелец киоска пришел. 1,4 КК. Этот чел за 1,4 КК взял аренду. От 850 до 1,4. Нифига себе. Вообще, если так посмотреть, это дикая халява. Потому что эти бизнесы можно будет перепродать потом миллиардов за 50. А они их купили всего за сумму в районе миллиарда. Сейчас я зашел на сайт Аризоны. Нажимаем посмотреть карту. И выбираем новый сервер. Drake. Вот так вот выглядит сейчас карта штата. И да, почти все уже раскупили. Один дом вот в ГОСе есть. Но это дом Рика и Морти, по-моему. И он довольно дорогой. Вижу здесь какой-то никому не нужный бар, у которого еще нет владельца. Еще один бар. И стриптиз-клуб. Все остальное здесь просто везде уже раскупили. И автосалон, который стоит 400 тысяч АЗ коинов, по-моему. Он тоже еще в ГОСе. И за 600К автосалон тоже в ГОСе. Короче, купили все, кроме реально каких-то ноунейм-бизов. И никому не нужных квартир. Все дома в Паломино-Хиллз, как я и говорил, уже раскупили. Несмотря на то, что стоят они по 12 тысяч АЗ-шек. А теперь посмотрим рейтинг игроков нового сервера. Самый влиятельный игрок, то бишь самый богатый у нас Петрушка-безушка. 1 миллиард 319 миллионов у него уже есть наличными. Это просто жесть. На втором месте Рой Шелби. Ну, это, наверное, не считается, так как он является техадмином. И на третьем месте Билли Рамирес. Это вроде как обычный игрок. 458 миллионов. Напоминаю, серверу нет даже еще суток. 24 часа не прошло еще с открытия. У чувака уже миллиард 319 лямов. Вот это донатер. Самый большой уровень. Сотый. Марк Двеллерс какой-то. Но это, скорее всего, админ. Хотя это не точно. Самый удачливый ловец. Это у нас Александр Старк. 5 очков у него. Я так понимаю, 5 бизнесов или домов он словил, что ли? Ну и вы, наверное, уже все видели этот пост. Разлетелся по всем пабликам. Игрок с ником Netflix купил 165 бар на сервере Drake за 500 тысяч рублей. Все дело в том, что сделал ставку на аукционе. Он в размере 2 миллиардов вертов. Просто вдумайтесь. Полмиллиона рублей чел просто решил задонить в игру. Вообще красавчик, конечно. Кстати, ребят, если что, это мой паблик в Телеграме с новостями по Аризоне. Подписывайтесь. Ссылочка есть в описании. Называется Burger Shot. Если что, на новый сервер я не перешел. Играю я все так же на сервере Casa Grande. Так что жду вас именно там.